Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 399 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кезоркин. Со мной не соскучишься. Международный марафон. В Самаре разыграли кубок главы города. Чемпион России определился в Самаре. Финал шести по пляжному футболу расставил всех по своим местам. Баскетбол 3 на 3. Мемориал Юрия Тюленева. Юбилейный десятый по традиции состоялся на площади Куйбышева. Самарский международный марафон вывел на старт почти 4000 спортсменов. 207 городов планеты пытались выиграть кубок главы города Самара. Дистанций было несколько, в том числе и для детей. С любителями бега перед стартом пообщался мастер спорта. Международный марафон на кубок главы города Самара начался с традиционной разминки среди спортсменок и Анна Васильева. Выходной она, как всегда, проводит с пользой для здоровья. Бегом увлекается уже 7 лет. На пробежки выходит регулярно, в любое время года, при любой погоде. За прошлый год набегало больше 5000 километров. В этом сезоне показатели планируют повышать. В этом году я за два месяца пробежала три марафона, а вот сегодня у меня трешечка и десяточка. Заявку на участие в третьем международном самарском марафоне подали более 3500 человек. И профессионалы, и любители. Глава города Елена Лапушкина перед стартом пожелала удачи участникам соревнований. Огромное спасибо, что сегодня с нами, дорогие самарцы. Добро пожаловать в гости города. Я понимаю, что не все могут быть победителями, но все могут получить удовольствие от бега, от общения друг с другом, чего я вам от души желаю. Успехов вам, радости общения, получения удовольствия от спорта и от того, что вы сегодня здесь все на нашей замечательной Волжской набережной. Удачи! Городской департамент спорта постарался разнообразить программу соревнований. Спортсмены бежали несколько дистанций. Первыми стартовали участники самой длинной в 42 километра. Это и есть марафон. Три, два, один! Также спортсмены бежали полумарафон. Это 21 километр, а также дистанции на 10 и на 3000 метров. Команды определили победителей в корпоративном забеге. Мне в этом году исполняется 60 лет. Я второй раз участвую в самарском марафоне. Приезжаю из города Сызрани. Атмосфера всегда изумительная. Отдельный забег на короткую дистанцию городской департамент спорта организовал специально для детей. Стартовали малыши в возрасте до 10 лет. Самый юный освоил только ходьбу, но вместе со спортивными родителями уже на беговой дорожке. Денежные призы достались спортсменам, которые показали достойные результаты в одной или нескольких дисциплинах. Призовой фонд Самарского международного марафона составил 1 миллион рублей. Занимаюсь лет, наверное, с 12. Профессионально занимался до армии, после армии. 20 лет служил в календарной армии. И после этого продолжаю заниматься. Это всегда в тонусе. Всегда хорошее настроение. Всегда радостно. Средний возраст участников составил 28 лет. Самому юному не было и года. Спортсмены приехали из 207 городов России. А на старт также выходили представители национальной сборной по легкой атлетике. Не прошло и недели после марафона, а на площади Куйбышева уже собрались баскетболисты. Поиграть в уличную версию баскета 3 на 3. И вспомнить знаменитого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева. Еще вчера Вячеслав Чесноков грезил о профессиональной карьере баскетболиста. Но попасть в команду мастеров БК «Самара» оказалось не так-то просто. Теперь он стритболист. И новый формат игры 3 на 3 на свежем воздухе для него новые испытания. А турнир «Самара Оупен» – первые серьезные соревнования по стритболу в родном городе. В том году у нас сделали ночную лигу первый раз в год. Туры, играем, практика, здорово. Уже немножко поднимаемся на уровень выше. Если будет проводиться такой турнир не один раз в год, а хотя бы три, это уже будет скачок для всех игроков. «Самара Оупен» – ежегодный турнир по уличному баскетболу. Проходит при поддержке городского департамента спорта. Мемориал посвящен самарскому тренеру Юрию Тюленеву. Среди его воспитанников – двукратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, 20 мастеров спорта и 33 КМСника. Пять человек играли за национальную сборную, многие – за куйбышевский строитель. Свои поздравления на церемонии открытия турнира через видеообращение с командировки передал самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он впервые за 10 лет не смог сыграть в выставочном матче на «Самара Оупен». «Я думаю, прекрасная память об этом замечательном человеке, наставнике, этот турнир. Я хочу сердечно поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, из разных стран, для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами». С каждым годом уровень соревнований растет. 23 площадки, 250 команд из Самарской области и других регионов страны. Впервые матчи прошли в категории «Элит». Здесь играли топ-команды из Польши, Прибалтики, Казахстана и России. Призовой фонд – 1 миллион рублей. По традиции открывал соревнование «Матч звезд» – стритболисты, известные политики, бизнесмены и спортсмены. «Когда вас спросят, а что же такое массовый спорт, вы должны ответить. Приезжайте в последние дни августа или первые дни сентября в Самару, и вы своими глазами увидите, что такое массовый спорт. Я желаю всем красивой, бескомпромиссной борьбы, но самое главное в массовом спорте – это здоровье». Болельщикам и спортсменам в перерывах между матчами скучать не приходилось. Организаторы позаботились о разнообразной развлекательной программе. Самарцы и гости города познакомились с двумя профессиональными командами баскет-клуба «Самара». Женская будет играть в Суперлиге-2. Мужской состав БК «Самара» в этом сезоне будет защищать титул чемпиона Суперлиги-1. Костяк команды сохранен и поведет «Самару» в бой капитан. Воспитанник самарской баскетбольной школы Антон Глазунов. «Самара» 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 «Самар» «Самара» «Самара» И то, что в этом году впервые проходит суперфинал, впервые мы именно в Самаре узнаем имя нового чемпиона, это показатель того, что мы успешно справляемся с поставленными задачами. В итоге самарцы сражались за бронзовые медали с московским «Локомотивом» и победили 3-1. Заслуженное третье место – это показала игра, мы доминировали всю игру, мы не давали даже усомниться в нашей победе. Как болельщик получил удовольствие, потому что пляжный футбол – он необычный, очень много борьбы, очень много разных моментов, ударов через себя, поэтому игра получилась и то, что крылья стали третьими, конечно, это успех и для Самары, и для пляжного футбола в целом. В национальном чемпионате у крыльев Советов – это уже третья медаль. В 2011 году они становились бронзовыми призерами, а в 2015 – серебряными. Мы играли строго в обороне, в контратаках, и так же «Локомотив» играл, ничего он не придумывал. Вопрос в том, что матч за третье место дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Борьба была за Лигу чемпионов, прекрасно понимаете, что это такое. Да, у нас нет денег, но это престиж, престиж города, престиж. Мы второй раз будем участвовать, мы первый раз участвовали в 16-м. В финальную пульку расписали гранты российского пляжного футбола «Питерский Кристалл» и «Московский Спартак». Действующий чемпион страны против участника Еврокубка. И как результат – упорная бескомпромиссная борьба за первое место. «Спартак» все три периода был в роли догоняющих, но так и не смог лишить питерцев чемпионского звания. 6-5 победа «Кристалла». Получилось, что мы два быстрых мяча пропустили, уже ничего не оставалось, надо было возвращаться в игру, у нас это получилось. И игра красивая, я думаю, и болельщики тоже были довольны. Серебро – это победа, а проигрыш в финале – понятно, что это поражение. Серебро не такое сладкое. Конечно, матч был очень тяжелым. Сегодня было реальное зрелище. Сегодня мы были немного лучше «Спартака». Я горжусь, что я тренер этой команды. Команда «С берегов Невы» второй год подряд – чемпион России по пляжному футболу. Сотворят ли они династию, выиграв кубок в третий раз, покажет «Мастер спорта» через 12 месяцев. На сегодня это все. Но это еще не финал. «Мастер спорта» еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но только через две недели. Я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи.